Большое спасибо. Итак, мы начинаем сессию, посвященную развитию промышленного и инвестиционного потенциала Москвы в рамках урбанистического форума 2015. На прошлой сессии прозвучал очень интересный, Наталья Зубаревич сделал очень интересный доклад, посвященный развитию регионов, неравномерному развитию, проблемам развития регионов. И я полагаю, что нынешняя эта сессия аналогически вытекает из того, о чем говорилось уже сегодня на форуме. Дело в том, что еще недавно Москва рассматривалась бизнесом в первую очередь в основном как административный центр. Фокус делался на строительство офисов, на строительство торговых площадок, торговых центров. Город в полной мере проходил через процесс деиндустриализации. И даже по нашему наблюдению каждый процентный пункт РосКВВП в России формировал спрос на 300 тысяч квадратных метров офисов. То есть каждый процентный пункт создавал около 30 тысяч рабочих мест постиндустриальной экономики. Но сегодня ситуация изменилась в корне и по последним измененным прогнозам Минэкономразвития больше всего пострадал у нас именно потребительский сектор, именно потребительская экономика. По последним данным именно потребительская экономика дает самый негативный вклад в ВВП. Она снижается в этом году где-то на 10%, то есть оборот розничной торговли снижается в этом году на 10% примерно. В следующем году ожидается тоже негативная тенденция в этой сфере. И очень отрадно, что московские власти отвечают на этот вызов и понимают, что происходит, и понимают, что нужно делать. И в этой связи встает задача сбалансированного развития Москвы, сбалансированного развития мегаполисов. И именно поэтому сегодня мы будем говорить о развитии промышленного и инвестиционного потенциала Москвы с замечательными спикерами, которые подготовили прекрасные, интересные доклады. Я их посмотрел, действительно, нас сегодня ждут очень интересные доклады. Сегодня у нас в конференции принимает участие Владимир Владимирович Ефимов, министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества города Москвы. Леонид Валерьевич Кострома, директор государственного бюджетного учреждения города Москвы, городское агентство управления инвестициями. Павел Николаевич Панов, заместитель руководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы. И также сегодня у нас в конференции принимают участие эксперты. Игорь Владимирович Ищенко, генеральный директор Технополиса Москва. Игорь Борисович Титов, заместитель генерального директора Рено России. Алексей Георгиевич Воробьев, директор по связям с органами государственной власти компании «Пепсико». Александр Ильич Постников, президент группы компании «Ителма». Константин Ефимович Эдель, вице-президент по стратегии АО «Интека». Павел Михайлович Зелеско, генеральный директор УАО «Сантехпром». Андрей Львович Сазонов, директор департамента промышленности концерна «Крост». Александр Юрьевич Сметанов, депутат Московской городской думы, заместитель председателя комиссии по науке и промышленности, генеральный директор ПАО «НПП САТФИР». И я предоставляю слово Владимиру Владимировичу Ефимову. Владимир Владимирович, пожалуйста, здесь есть кликер. Уважаемые коллеги, добрый день. Город в настоящий момент для себя видит одну из приоритетных задач – сбалансированное развитие как промышленного производства, так и прочих сфер инвестиционных, где осуществляется строительство, жилья, торговли, прочей коммерческой недвижимости. И в рамках работы как градостроительной земельной комиссии, так и антикризисной комиссии, мы регулярно рассматриваем проекты инвестиционные, чисто коммерческие, и большое внимание уделяем развитию промышленного производства в городе. И подготовили целый набор предложений для размещения промышленных производств на территории города. И в настоящий момент планируем к выставлению площадки для потенциальных инвесторов в этой сфере. В своем выступлении я хотел бы разделить на две основных составляющих. Первая, соответственно, это инвестиционная составляющая строительства, в первую очередь, коммерческой недвижимости. На сегодняшний момент мы завершаем подготовку большинства площадок, так называемых транспортно-пересадочных узлов в городе. И в ближайшее время начнем выставлять их на земельные аукционы, на аукционы по продаже площадок. Всего в городе у нас запланировано почти 180 капитальных транспортно-пересадочных узлов. При этом важно отметить, что когда мы говорим про транспортно-пересадочные узлы, мы на самом деле вкладываем в этот термин собирательно все. И развитие непосредственно транспортной инфраструктуры, и, безусловно, развитие прилегающей территории. Поэтому, говоря о ТПУ, условно говоря, о таком-то, ТПУ-сити, мы понимаем, что мы не только говорим о создании транспортного хаба, который объединит в себе московскую кольцевую железную дорогу, метрополитен, наземный транспорт, но и, безусловно, мы говорим о том, что мы комплексно рассматриваем все земельные участки, все территории вокруг этого транспортного хаба и предусматриваем градостроительные решения, возможность развития этих площадок. И большинство из них, соответственно, как площадки городские будут предложены инвесторам для застройки. На сегодняшний момент у нас все ТПУ администрируются тремя основными операторами. Это Мосэнш-проект, Московский метрополитен и, как я уже сказал, МКЖД. Каждый из операторов в настоящий момент завершает подготовку по конфигурации транспортно-пересадочных узлов, по транспортной непосредственно составляющей инфраструктурной и, соответственно, по тем градостроительным решениям в отношении коммерческих площадей, которые можно разместить на тех или иных площадках. При этом важно отметить, что, поскольку мы говорим о транспортно-пересадочном узле, то мы понимаем, что каждый из проектов будет состоять из нескольких частей. Первое, соответственно, это непосредственно технологические объекты, это объекты транспортной инфраструктуры, которые город получает в собственность по результатам реализации данных проектов. И, соответственно, коммерческие проекты, это, соответственно, непосредственно торговля, офисы, в некоторых случаях это будет и жилищное строительство, в ряде случаев это подземные паркинги, как, например, ТПО Алматинский, которые в ближайшее время будут выставлены на торги. Единственное, прошу прощения, опечатку у нас презентации, когда мы говорим про подземные паркинги, мы его функциональный центр, безусловно, это собственность инвестора, а не города. Значит, ТПО Алматинское мы рассмотрели на прошедшем, на этой неделе ГЗК, на прошлой неделе ГЗК, и до конца октября соответствующие торги у нас будут объявлены на сайте тендерного комитета, и любой из инвесторов может, соответственно, подать заявку поучаствовать в этих торгах. Значит, что касается в целом подхода по транспортным пересадочным узлам, информация о планируемых ТЭПах, планируемой конфигурации транспортно-пересадочных узлов доступна как на сайте инвестпортала, так и на сайте и комитета по инвестициям. И мы исходим из следующего, что, безусловно, мы не можем просчитать каждый проект в деталях и оценить все предпринимательские риски. Поэтому в рамках подготовки предложений по градостроительным решениям мы, безусловно, ждем пожелания и предложения от инвесторов потенциальных с тем, чтобы тот проект, который мы будем выставлять как готовый продукт на реализацию, соответствовал в первую очередь ожиданиям и интересам потребителя. Поэтому те предварительные ТЭПы, предварительные расчеты, которые мы озвучили, за исключением, безусловно, транспортной составляющей, инфраструктурной составляющей, подлежат обсуждению и могут быть пересмотрены в случае, если на то есть интерес со стороны бизнеса. Значит, у нас, я про все ТЭПу говорить не буду, Алматинское почему остановились, потому что это уже полностью готовый продукт, который в ближайшее время выйдет в продажу. Значит, еще до конца года мы планируем подготовить порядка 6-7 ТЭПу 100%, выставить их на продажу. В целом же, безусловно, весь следующий год мы посвятим тому, чтобы пошагово работать над данными площадками и предлагать их инвесторам. Значит, крупный, также если говорить про крупноинвестиционный проект, который в настоящий момент уже доступен, как проект, выставленный на продажу для инвесторов, это площадка ЗИЛ-Юг. Напомню, чуть больше года назад мы реализовали в первую очередь на территории ЗИЛа, провели конкурс по отбору инвесторов, и на сегодняшний момент у нас в активной стадии находится реализация первого этапа застройки промышленной площадки ЗИЛа. На сегодняшний момент мы подготовили новую площадку, общая площадь застройки 67 гектар, это в полтора раза почти больше, чем первая площадка. Объём строительства предусматривается в размере полтора миллиона квадратных метров, из них чуть более миллиона квадратных метров жилищное строительство. Мы считаем, что ЗИЛ является одним из самых перспективных районов с точки зрения быстрорастущего перспективного района для жилищного строительства, коммерческого строительства. Городом активно ведётся работа по обеспечению данной территории транспортной инфраструктуры, планируется создание мощного ТПУ, ТПУ-ЗИЛ, планируется существенное расширение дорожной инфраструктуры. Безусловно, будет также, соответственно, и железнодорожное обеспечение, и метрополитен. Что касается следующей составляющей, направленной уже больше на второй аспект нашего сегодняшнего круглого стола, это промышленного производства, то город со своей стороны предлагает на сегодняшний момент 30 земельных участков. Они расположены практически во всех административных округах города, на которых предусматривается возможность строительства объектов промышленности. На сегодняшний момент 8 участков уже выставлены на земельные аукционы. Я думаю, что до конца года мы закончим работу по всем оставшимся земельным участкам. Площадь тех объектов, которые можно построить на тех 8 участках, которые объявлены, это порядка 600 тысяч квадратных метров. Всего же более полутора миллионов квадратных метров можно будет построить объектов промышленности на предлагаемых для инвесторов земельных участках. Безусловно, мы с удовольствием выслушаем замечания и предложения к тем показателям, тем характеристикам земельных участков, которые мы выставили. Все они доступны уже, пока они находятся в рамках проработки до объявления аукционов на сайте тендерного комитета, инвестпортале, в первую очередь для того, чтобы услышать обратную связь и предложение от инвесторов, что хотелось бы там увидеть, какую функцию, возможно, какие-то там дополнительные сведения по земельному участку. Все это мы готовы предоставлять, дополнять с тем, чтобы данный продукт был максимально востребован и нашел максимально быстро своего инвестора. Безусловно, эти площадки мы расцениваем в том числе и как те площадки, которые могут быть использованы под импортозамещение. Коллеги мои сегодня дополнят в своих выступлениях эти площадки механизмами экономическими, механизмами, которые город будет реализовывать в рамках промышленной политики с целью поддержки тех инвесторов, которые будут осваивать данные площадки, с тем, чтобы это было, во-первых, инвестиционно привлекательно, во-вторых, данные проекты были максимально быстро реализованы. И в завершение скажу два слова о том, что в рамках работы антикризисной комиссии мы предусмотрели для инвесторов рассрочки по оплате, скажем так, доли города при изменении целевого назначения земельного участка, предусматривающие возможность строительства. Причем, если раньше у нас такая рассрочка касалась исключительно, арендаторов земельных участков, а собственники такой рассрочки не имели, то на сегодняшний момент мы предусмотрели абсолютно для всех групп землепользователей рассрочку по оплате в бюджет инвестиционной составляющей, как для арендаторов, так и для собственников. Причем, собственников это касается как в случае, если земельный участок не имеет запрета на строительство, так в случае, когда запрет на строительство установлен, и собственник этот запрет на строительство снимает. Вот раньше этого у нас не было, многие инвесторы обращались за этим, ответы на это мы нашли и соответствующие все нормативные акты города приняты. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, что все те проекты, которые мы подготовили, которые мы на сегодняшний момент предлагаем для инвесторов, это проекты, которые мы готовы обсуждать. Если есть какие-то дополнения, пожелания, какие-то вопросы по площадкам, то безусловно и в рамках работы нашего департамента, и в рамках работы тендерного комитета, который проводит по каждой из площадок свои роуд-шоу, мы готовы предоставлять любую дополнительную информацию и в случае, если такая необходимость будет, то и корректировать те условия, которые нами заявлены как первоочередные. Для этого мы делаем достаточно длинный срок экспозиции по несколько месяцев, с тем, чтобы диалог у нас получался максимально полноценным и эффективным. Коллеги мои дополнят в части, как я уже сказал, и промышленной политики, и инвестиционной стратегии, и механизмов, которые мы предусматриваем для привлечения инвесторов. С точки зрения имущественного, основные направления, в которых мы сейчас работаем. Спасибо. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Пожалуйста, не уходите, у меня еще есть один короткий вопрос. Спасибо большое за выступление, и очень хорошо, что вы начали именно с ТПУ, потому что именно транспортная инфраструктура – это развитие инвестиционного потенциала, это кровеносная система, по большому счету. Из вашего доклада я понял, что в Москве достаточно земельных ресурсов для того, чтобы развивать промышленность и сбалансированно развивался город. Есть какие-то приоритеты, например, по территориальному распределению? То есть где, с вашей точки зрения, в каких районах Москвы будет развиваться промышленность? На сегодняшний момент, я скажу, эта работа у нас в начальной стадии. Мэром города поставлена задача определить основные районы, основные промышленные зоны, которые мы, условно говоря, будем считать точками промышленного роста, промышленного производства. Такой анализ с коллегами из Департамента промышленности мы сейчас делаем, и, безусловно, в ближайшее время мы ответы на эти вопросы получим. Потому что в настоящий момент, безусловно, все те промзоны, которые существовали раньше исторически, большинство из них, очень правильно сказать, не соответствуют тем параметрам промзоны, где осуществляется непосредственно промышленное какое-то производство, иное производство, высокотехнологичное. Во многих из них, к сожалению, мы видим там склады, какую-то торговлю, поэтому, безусловно, такие зоны, где нет драйверов роста, мы будем планировать к редевелопменту. Те предприятия, те зоны, где есть локомотив роста, есть предприятия, которые задают динамику, есть земельные участки свободные, которые мы можем дополнительно предоставить потенциальным инвесторам. Мы, конечно, будем определять, как точки роста, но, коллеги мои, повторюсь, дополнить в этой части. Спасибо большое. И теперь мы видим, да, мы видим, что в Москве достаточно ресурсов для развития, теперь стоит вопрос, как развивать нам промышленность, какую промышленность развивать. И я хотел бы попросить Леонида Валерьевича Кострому, директора государственного бюджетного учреждения города Москвы, городское агентство управления инвестициями, рассказать нам о стратегии промышленного развития. Да, добрый день, уважаемые коллеги. Вообще Москва традиционно еще в советских времен являлась мощным промышленным и индустриальным центром. Понятно, что за последние несколько лет промышленность Москвы претерпела значительные изменения, переформатировалась, появились новые центры промышленного развития, какие-то промышленные территории недоразвиты на текущий момент. Но даже сейчас мы видим, что промышленный сектор Москвы в экономике занимает достаточно значимый сегмент, играет заметную роль. Так, например, порядка более чем 700 тысяч человек работает в обрабатывающей промышленности. Мы видим, что только за последний год было отгружено около полутора триллионов промышленных продукций, обрабатывающих отраслей, более чем на полтора триллиона рублей. И это за исключением нефтепродуктов. Только за последние пять лет в городе появилось около 700 новых промышленных производств. Мы видим, что это как иностранные производители, иностранные компании, так и российские. Город достаточно активно развивает так называемую инновационную инфраструктуру. Здесь речь идёт о технополисах, технопарках. Это и финансируемые городом проекты, и достаточно большое количество, даже подавляющая доля частных инициатив в этой сфере. Почему промышленность? Почему именно сейчас? Дело в том, что город и Россия в целом получили дополнительные конкурентные преимущества с точки зрения именно издержек ведения бизнеса, развития промышленного производства в городе. Дело в том, что за последний год, как вы знаете, рубль существенно ослаб по сравнению с другими мировыми валютами. И это существенно сократило издержки ведения бизнеса, существенно уменьшило расходы по ведению в том числе промышленного производства в городе. И для тех компаний, которые ориентированы на экспорт, те компании, которые ориентированы на импортозамещение, те компании, которые имеют в своём производстве значительную долю добавленной стоимости, эти компании получили дополнительный импульс, дополнительные преимущества для развития бизнеса, в том числе и в Москве. Мы провели сравнительный анализ цен, номинированных в долларах, по основным издержкам, которые несут промышленные компании в Москве. И мы увидели, что по основным издержкам снижение в долларовом выражении произошло от 30 до 50%. При дополнительных новых ценовых преимуществах город сохранил свои неценовые конкурентные преимущества, такие как высококвалифицированную рабочую силу, развитую транспортную, инженерную инфраструктуру. Все эти факторы являются залогом успеха той тенденции, о которой, говорю, того приоритета, о котором сейчас говорит правительство Москвы, а именно развитие промышленного потенциала. Плюс, безусловно, Москва самым активным образом реагирует на общероссийский тренд, который связан с импортозамещением и локализацией производства. Если говорить об основных системных мерах, которые правительство Москвы реализует в сфере поддержки промышленного производства, то я бы выделил четыре из них. Первое – это налоговые льготы, о которых я скажу чуть позже, которые будут направлены на поддержку именно в первую очередь эффективных промышленных производств и новых инвестиционных проектов в сфере промышленности. Затем это финансирование и стимулирование создания инновационной инфраструктуры, которую я уже упоминал, технополисы, технопарки. Следующая системная мера – это активное вовлечение земли в хозяйственный оборот с точки зрения развития промышленности. Как раз Владимир Владимирович об этом говорил. Это и новые территории, которые будут выставляться на торги под капитальное строительство в сфере промышленности, и редевелопмент существующих промышленных зон. Всё это будет вносить свой вклад в увеличение предложений на рынке земель под развитие промышленности. И, наверное, четвёртой меру, которую я бы выделил, – это дополнительные гарантии правительства Москвы от некоммерческих рисков в развитии новых проектов, в первую очередь, в сфере промышленности. Собственно, какие основные цели преследуют этим правительством Москвы? В первую очередь, это поддержать эффективные предприятия, дать ориентир тем предприятиям, которые ещё не достигают того уровня эффективности, к чему им стремиться. И, безусловно, подтолкнуть те предприятия, может быть, тех владельцев, которые неэффективно используют, в первую очередь, свои земельные ресурсы. Дело в том, что Москва достаточно активно вводит налоговые инициативы, которые повышают стоимость владений неэффективно используемых площадок. То есть те владельцы, которые сидят на земле, в том числе промышленного назначения, и, условно говоря, ничего не делают, их стоимость владения для них, этих земельных участков, будет возрастать. Таким образом, правительство будет стимулировать к активному и эффективному влечению этих земельных участков в хозяйственный оборот. Я несколько раз говорил об эффективных предприятиях. Что мы имеем в виду, когда говорим «эффективные предприятия»? Совместно с Департаментом науки, промышленности и предпринимательства, с большим количеством существующих промышленных предприятий, было проведено больше, чем 10 встреч. Мы определили для себя четыре основных экономических критерии эффективности предприятия. Хочу сразу оговориться, что все эти критерии носят относительный характер и относительно земельных участков, относительно площади тех земельных участков, которые они занимают. Как вы понимаете, для такого мегаполиса, как Москва, один из ценнейших ресурсов – это земля. И город заинтересован в том, чтобы эти земельные ресурсы использовались эффективно. Поэтому все, как я уже сказал, четыре показателя, они у нас относительно того земельного участка, которое будет занимать или занимает то или иное предприятие. Итак, какие предприятия мы считаем эффективными? Те предприятия, которые активно инвестируют в развитие собственного производства. И мы говорим о том, что объем инвестиций на один гектар занимательной территории должен составлять как минимум 100 миллионов рублей за последние пять лет. Следующее – это высокоплотные производства. То есть те производства, которые приносят достаточно большой объем выручки. В данном случае показатель – это выручка на один гектар и его пороговое значение 300 миллионов рублей на один гектар в год. Безусловно, городу нужны высокооплачиваемые рабочие места. И здесь мы говорим, что выручка одного рабочего должна соотноситься с средней зарплатой в целом по экономике Москвы. Эта зарплата должна быть ниже, чем 10% в сторону уменьшения от среднего значения этой зарплаты. И, безусловно, эти производства должны быть высокой добавленной стоимостью. И одним из критериев этой высокой добавленной стоимости, одним из показателей является фонд оплаты труда. Поэтому мы говорим о том, что на один гектар занимаемой площади фонд оплаты труда должен составлять не менее 100 миллионов рублей. Это вот те пороговые значения, которые дают предприятиям возможность претендовать на дополнительные льготы от правительства Москвы. Кроме того, сейчас мы активно обсуждаем повышающие коэффициенты для других типов промышленных площадок, например, для технополисов и технопарков, для индустриальных парков. То есть в том случае, если предприятия будут перевыполнять эти критерии, они могут претендовать на расширенный пакет льгот. Что это за льготы? В первую очередь, конечно, это льготы, связанные с налогообложением. Мы говорим о сниженных ставках по аренде на землю, о снижении земельного налога, если земельный участок находится в собственности предприятия, снижение налога на недвижимое имущество и снижение налога на прибыль. Как я уже сказал, сейчас на данном этапе мы рассматриваем два пакета, так называемый базовый пакет и расширенный пакет. Мы говорим о том, что если будет применен базовый пакет, то общее снижение налоговой нагрузки составит порядка 10%. Для расширенного пакета снижение налоговой нагрузки может составить до 25%. Все, что я говорил до этого, касалось действующих предприятий. Но не забываем мы и о новых инвестиционных проектах. Мы говорим о том, что мы, как правительство Москвы, готовы поддержать новые инвестиционные проекты в сфере промышленности, достаточно крупные, с объемом инвестиций от 1 миллиарда рублей. Компания, приходящая в город и готовая реализовать этот проект, должна будет инвестировать и получать налоговые льготы уже на инвестиционной фазе. Но при этом у нее есть 5 лет для того, чтобы достичь тех экономических критерий, тех показателей, о которых я говорил ранее. То есть налоговые льготы предприятие может начать получать еще до ввода его в эксплуатацию. Но при этом у него есть ограниченный период времени, чтобы, как я уже сказал, достичь критериев эффективности, которые были на предыдущем слайде. Город на данном этапе определил для себя порядка 9 основных индустриальных приоритетов, в которых он хотел бы видеть новое промышленное производство. Это и фармацевтика, и электрооборудование, и производство пищевых продуктов, производство строительных материалов и так далее. Этот список на данном этапе, конечно же, не является закрытым. Многое будет зависеть от приоритетов города, от тех инициатив, с которыми будут выходить инвесторы. Кроме того, для новых, наиболее перспективных, социально-экономически значимых проектов, город готов рассматривать дополнительные меры поддержки, которые могут выражаться в предоставлении земельных участков, в том числе без конкурса, в специальных условиях по подключениям к коммунальной и инженерной инфраструктуре. И, кроме того, для новых проектов город готов будет давать так называемые дополнительные гарантии от некоммерческих рисков. Что имеется в виду? Город готов своим бюджетом гарантировать определенные типы рисков, такие как некоммерческие, в первую очередь, национализация и реквизиция имущества, прекращение права собственности на землю, также неблагоприятные изменения законодательства московского, в том числе налогового, и незаконные действия и бездействия властей. Мы оцениваем эти риски как крайне низкие, для новых проектов мы готовы их гарантировать. Дело в том, что в первую очередь, конечно же, эти инициативы направлены на вселение дополнительной уверенности, наверное, в первую очередь в наших зарубежных инвесторах. Как вы знаете, часто можно в западной прессе столкнуться в последнее время, особенно с негативными комментариями по поводу инвестиционного климата в России, в Москве. В том числе для этого мы принимаем этот законопроект, который должен, как я уже сказал, дать дополнительные гарантии, дополнительную уверенность, в том числе и для наших зарубежных коллег. Собственно, в заключении своего выступления хотел бы сказать, что для города Москвы развитие промышленности, безусловно, является одним из ключевых приоритетов. В Москве важно быть диверсифицированной и устойчивой экономикой, важно иметь рабочие места, важно, чтобы была связь между промышленным потенциалом, научным потенциалом, который в городе действительно крайне развит, для того, чтобы у города было сбалансированное развитие между промышленной застройкой, между местами приложения труда и жилищной застройкой. И, безусловно, развитие промышленности, оно подтолкнет рост налогооблагаемой базы города и в конечном счёте приведёт к увеличению городского бюджета. Спасибо большое. Спасибо большое, Олег Валерьевич. Спасибо. У меня вот, прежде чем мы перейдём к следующему докладу, я хотел бы попросить прокомментировать то, что мы сейчас услышали, Игоря Владимировича Ищенко, генерального директора Технополиса Москва. То есть, вот с точки зрения практики, как Вы оцениваете эту промышленную политику Москвы? Добрый день всем. Спасибо за предоставленное слово. Знаете, с одной стороны, очень много делается, и вот вчера с некоторыми даже здесь присутствующих коллег мы были в Милане, перед этим посещали технопарки, которые в Италии имеют историю уже многолетнюю, многодесятилетнюю, он даже сказал. И это та история, которая показывает нам, что мы, с одной стороны, движемся в северном направлении, и Москва, на самом деле, в очередь, в сжатых временных рамках формирует ту среду, питательную среду, которая обязательно должна дать результат. Последовательно мы видим достаточно много молодых людей, которые сейчас очень адекватно формируют вот эту питательную среду. С другой стороны, совершенно очевидно, что у нас нет того периода времени, чтобы повторить те лучшие практики, которые мы видим в Италии, в Независимости, в Сингапуре, в Германии, где средний цикл формирования технопарковой инфраструктуры – это 10-20 лет. У нас просто таких сроков нет. Для нас крайне важно, достаточно не побоюсь этого слова, агрессивно, выйти на определенный пол решений. Первое – это подготовленные площадки, причем подготовленные площадки не только в режиме правового регулирования, условий землепользования, вопросов, связанных со финансированием, но это, прежде всего, адаптированные решения под конкретную индустриальную специфику. Если мы хотим здесь сделать серьезный, может быть, федеральный или городской мебельный кластер, вплоть до этого, или кластер, связанный, например, с обувной промышленностью, это должна быть та специфика, которая должна быть учтена с точки зрения логистики, кадров, техусловий и так далее. Огромное количество всяких разных нюансов. Это касается любого вида индустрии. Я сейчас привел такой облегченный вариант. А если говорить о серьезных решениях, связанных с переносом сюда технологий, многомиллиардным капексом, это всегда многолетние циклы. Чем более будет готовая площадка, тем быстрее к нам придут эти технологии, будет перенесено производство, сертифицирована продукция, обучен персонал, запущен выпуск годного, то, что называется. Я оцениваю этот цикл от трех до пяти лет. В Италии и в Сингапуре мы встречались с тем, что то же самое делалось несколько в уной схеме, когда наделялась просто огромная площадка земли, которая, соответственно, обеспечивалась всей регуляторикой, плюс выданные на периметр тех условий, дальше уже условные Пепсико или неважно кто, Самсунг или то, что происходит в Калуге, заходили и в режиме Гринфилда делали это. Существует ли такой формат в Москве? Отчасти, наверное, существует, особенно в условиях новой Москвы. Но для тех промзон, которые мы видим сейчас, где существуют уже определенные созданные решения, которые требуют максимальной адаптации, вот на этом стоит фокусироваться. Кем это должно быть сделано? Наверное, есть смысл говорить о кластеризации, но не как о формально или абстрактно существующих институтах. Это должны быть драйверы, которые обладают экспертизой, которые обладают командами, способными наполнять практическим, пошаговым содержанием в целях реализации. Много ли таких команд на рынке? Скажу откровенно, в силу того, что я уже несколько последних лет этим занимаюсь, довольно мало. Но они есть, тем не менее, вот здесь присутствуют, например, коллеги из технопарка «Этелма», которые совершенно сами на собственные деньги сделали то, что, откровенно говоря, я до сих пор считал невозможным. Они это сделали, значит, такое бывает. Но таких, как «Этелма», это, к сожалению, скорее против правил, скорее вопреки, чем потому что. Эти команды нужно, соответственно, формировать вплоть до того, что, может быть, создавать, опять же, какие-то регуляторные условия, позволяющие этим командам собираться и существовать в режиме некой фокусировки, индустриальной, практической и так далее. Ну и, конечно, то, о чём Леонид сказал, и я целиком поддерживаю, в том числе этот пункт, это вопрос финансирования. Кем и как, в каком наборе существующих институтов, всегда ли государственных, должны финансироваться вот эти все подготовительные решения, которые так или иначе создают этот старт для приходящих сюда инвесторов, которые, откровенно говоря, давайте называть вещи своими именами, не то чтобы вот прямо вот стучаться в двери, им нужно достаточно чётко разжевать, показать и доказать, что это здесь, как минимум, интересно делать. Политика города стабильно, последовательно, и они последние годы, надо сказать, это видят и оценивают. И, тем не менее, нужно это продолжать делать, в моём представлении, ещё более партикулярно, я бы так сказал. Спасибо. Спасибо большое. Мне кажется, что, собственно, это не мне кажется, это, наверное, очевидно, что промышленная политика Москвы, она немыслима без инноваций. То есть та промышленность, которая будет развиваться, это будет уже совершенно другая промышленность, чем та, о которой мы думали, наверное, ещё в советские времена. Поэтому я хотел бы сейчас передать слово Павлу Николаевичу Панову, заместителю руководителя Департамента науки и промышленной политики и предпринимательства города Москвы. Павел Николаевич, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Зовут меня Панов Павел Николаевич, заместитель руководителя Департамента. Я хотел бы вам рассказать и поделиться о новостях, которые произошли за прошедший, не совсем прошедший, наверное, год с точки зрения законодательства в сфере промышленности. Значит, самый для нас ключевой момент – это 31 декабря 2014 года был принят федеральный закон о промышленной политике, который определил понятийный аппарат, что такое промышленная политика, определил субъекты деятельности в сфере промышленности, отрасли промышленности, определил понятие, что такое промышленная инфраструктура, предусмотрел новые формы промышленности, что такое индустриальный парк, что такое промышленный кластер. Задал нам векторы в мерах стимулирования определений. Это и субсидии, и налоговые льготы, это форма развития промышленности, поддержка внешнеэкономической деятельности и предоставление преференции при госзакупке. В соответствии с этим федеральным законом город Москва обязан бы привести в соответствие свою законодательную и нормативно-правовую базу. Поэтому правительством Москвы был подготовлен проект закона о промышленной политике. 7 октября 2015 года был рассмотрен на заседании Московской городской думы и принят во втором чтении. Сейчас закон находится на утверждении мэра Москвы. А какая основная цель принятого закона? Это развитие промышленного потенциала города Москвы. Какие задачи определены в данном законе? Это сохранение существующих мер поддержки действующим промышленным предприятиям, модернизация предприятий и производств, создание высокопроизводительных, высокооплачиваемых рабочих мест, создание новых производств, формирование новых отраслей промышленности. Отдельно про приоритетные отрасли я расскажу. У нас достаточно сейчас активно в органах исполнительной власти вместе с предпринимателями ведется дискуссия, что же такое приоритетные отрасли, какие критерии отнесения к приоритетным отраслям. Основные положения закона определяют меры стимулирования развития промышленности в городе, финансовые меры поддержки, имущественные меры поддержки, закрепляются полномочия правительством Москвы и иных органов исполнительной власти в сфере промышленности, определяют основные направления территориального развития промышленности. Что это такое? Это присвоение статусов промышленного комплекса, технопарка, индустриального парка и промышленного кластера. Отдельно по критериям я расскажу, что такое промышленный комплекс. Это объекты недвижимого имущества, отдельно стоящие здания и сооружения, а также земельные участки, на которых они расположены, используемые субъектами деятельности в сфере промышленности для осуществления деятельности в сфере промышленности. По сути, это действующее промышленное предприятие, у которого основной аквет промышленности, но при этом не возбраняется деятельность в сфере торговли либо какого-то другого направления. Единственное, на сегодняшний момент мы находимся в достаточно активной дискуссии с предприятиями, какие все-таки цифровые показатели должны быть отнесены к той или иной отрасли, даже не конкретно взятому предприятию, а той или иной отрасли, чтобы он имел возможность претендовать на статус промышленного комплекса. Какие налоговые и другие преференции дает этот статус, уже Леонид Валерьевич рассказал в предыдущем докладе, повторяться не буду. Технопарк – это территория с расположенным на ней имущественным комплексом, состоящим из объектов коммунальной, транспортной, технологической инфраструктуры, обеспечивает полный цикл услуг по размещению и развитию промышленных инновационных компаний, являющихся резидентами технопарка и управляемой управляющей компанией. Если промышленный комплекс – это фактически действующее предприятие, оно занимает свою территорию, то технопарк – это группа компаний, чем их больше, тем их лучше. Они должны заниматься и производством, и инновациями, и разработкой научной деятельности. То есть это уже такой мини-город. При этом предусмотрена разновидность. Технопарк – это территория, на которой предусмотрены еще и социальные объекты. Понятно, что в Сколково, который недавно присвоен статус технополиса, присутствуют различные объекты социальной инфраструктуры, поэтому мы и определили такие понятия. Значит, как развивается технопарк от технополиса. Мы на примере как раз группы компании «Этелма» сейчас пытаемся отработать механизм развития прилегающей территории. Это не промышленная зона, это не производственная зона, но это зона, которая находится в развитии, но занята коммунальными службами различных предприятий, госкорпораций и носит на такой локально неинтересный характер. Вот сейчас совместно с компанией «Этелма» мы пытаемся разработать градостроительный и промышленный потенциал развития данной территории. И как раз увеличение этой территории позволит группе компаний с технопарка перейти в технополис. Индустриальный парк. По большому счету это земельный участок, но большего размера, предназначенный для размещения крупных производств. Да, если посмотреть, то в принципе, наверное, у нас технополис Москва может, объединяясь с Рено, стать индустриальным парком. Территория позволяет, развитие большое, тем более рядом прилегает промышленная зона Южный порт, которая на сегодняшний момент находится в среднем зачаточном состоянии развития. Ну, как раз на примере технополиса и Рено можно рассмотреть вопрос создания индустриального парка. Какие экономические и градостроительные критерии мы рассматриваем с точки зрения присвоения статуса? Леонид Вареевич рассказал, что есть экономические критерии, это объем инвестиций, выручка, заработная плата, фонд оплаты труда. Что для нас еще важно с градостроительной точки зрения? Это общая площадь земельного участка, но она не может составлять там совсем 0,001. Тогда это уже не комплекс, не индустриальный парк, это обычное предприятие. Плотность застройки. Всем понятно, что остатки советской промышленности, они все-таки имели достаточно неэффективное использование земельных участков. На одном из предприятий, допустим, на сегодняшний момент проводится реорганизация, и из 100 с лишним гектаров вся плотность может быть размещена порядка 50 гектар. То есть в два раза эффективность предприятия использования имущественного комплекса и земельного комплекса повышается. Доля непрофильных категорий как раз площадей в объекте. Ну, любое промышленное предприятие, даже взять, если новая заря, не она осуществляет продажу на своей территории своей же продукции. Значит, юридически это как бы другой вид разрешенного использования, другой вид деятельности. Ну, вот как раз мы на сегодняшний момент должны определить в ближайшее время критерии, которые позволяют предприятию осуществлять другие виды деятельности на своей территории, для того, чтобы получить статус с соответствующими преференциями. Значит, общее требование – это численность работников, налоговый учет в налоговых органах по месту его нахождения в городе Москве. Для некоторых промышленных предприятий как раз это актуально, для нас это актуально, потому что это налоговое поступление, рабочие места, потому что у нас очень много промышленных предприятий, юридический адрес имеют на территории города Москвы, а производственные объекты, расположенные в других регионах страны. Отсутствие просроченной задолженности по обязательным платежам в бюджет, отсутствие производства по делу о несостоятельности, отсутствие компаний в реестре недобросовестных поставщиков и отсутствие просроченной задолженности по выплате заработной платы. Ну, это такие дополнительные критерии, которые на сегодняшний момент обсуждаются с предприятиями. Я думаю, мы в ближайшее время определим основные показатели. Что на сегодняшний момент у нас происходит с точки зрения развития этих территорий? За последние три года, можно посмотреть в динамике, статус этих напарков получили 19 территорий. Но если считать еще особую экономическую зону Зеленограда, которая на сегодняшний момент находится в развитии, то это 20 территорий. 11 из них уже утверждены нормативными актами правительства Москвы, остальные еще утверждены в межведомственной комиссии и находятся на утверждении правительства Москвы. Одно из направлений, как раз приоритетных, это направление строительных материалов. Честно говоря, как ни странно, на территории города Москвы достаточно много промышленных предприятий, которые выпускают строительные материалы. Это электрооборудование, это и оборудование для наружных инженерных коммуникаций, для внутренних инженерных коммуникаций. И вот на сегодняшний момент мы с комплексом градостроительной политики как раз проводим совместные рабочие встречи, совместные конференции по объединению интересов между промышленными группами и строительными девелоперскими компаниями. Основная задача, не буду скрывать, это в том, чтобы при развитии строительства, при развитии строительного комплекса, конечно же, использовались в приоритете товары и оборудование, которое производится на территории города Москвы. Потому что оно не уступает ни по качеству, ни по цене, но при этом должен заметить, что последний анализ показал, что промышленные предприятия фактически не умеют реализовывать, не умеют грамотно продавать свою продукцию. При этом предприятия даже могут со своими потенциальными контрагентами находиться на прилегающей территории, но друг другом ничего не знать. Конечно, на сегодняшний момент достаточно сильный потенциал – это у девелоперских компаний. Серьезные и маркетинговые службы, серьезные коммерческие службы, серьезные пиар-продвижения. Но даже некоторые девелоперские компании не знают о выпускаемой продукции на территории города Москвы с точки зрения именно строительных материалов. Поэтому у нас сейчас направлена такая отраслевая работа по взаимодействию и по вовлечению всех материалов в оборот. Для чего мы это делаем? Конечно, это выполнение в том числе и программы в части импортозамещения. Импортозамещение – это производство, сбыт, экспорт продукции при условии локализации и производстве на территории Российской Федерации, в частности, на территории Москвы. Замещающие либо импортные аналоги по функциональным, технологическим характеристикам. Но самое главное – не ухудшающие качественные параметры конечного продукта. В части приоритетов. С Леонидом Валерьевичем не соглашусь в одном. Все-таки на сегодняшний момент, опять же, это дискуссия. Все-таки не 8 приоритетных, а 9. Ведь у нас авиация, она присутствует, и авиационных компаний достаточно много. Это и Туполев, это и компания Сухо, это и Иркут. Да, может быть, на сегодняшний момент сами производственные мощности, они как бы выводятся на другие территории. Но научный потенциал, потенциал разработки новых технологий, они присутствуют в Москве. И наш приоритет, чтобы он не перемещался в другой регион города Москвы. Потому что у нас и научная база позволяет сохранять и развивать эти направления. Значит, ну, опять же, мы с предприятиями промышленности на сегодняшний момент ведем дискуссию. Ну, что же такое приоритетная отрасль? Какие критерии приоритетной отрасли? Значит, вот на нас обижается легкая промышленность. Они говорят, а мы почему не в приоритете? Рабочие места мы создаем, выпускаем социально важные продукты. Да, вот как раз на каждой отраслевой встрече, в последнее время их проводится достаточно часто, и мы отрабатываем эти проблемные вопросы. Если вернуться с точки зрения импортозамещения, товарных позиций, то на сегодняшний момент в Москве достаточно много компаний, которые уже внедрили и с нашей помощью инновационные продукты, инновационные решения, в том числе и для применения на территории города. Даже не буду там все перечислять, это вот там… Оп, вылетело. Опа. Это и с точки зрения коммунального хозяйства, и с точки зрения капитального ремонта жилых домов. То есть достаточно большой перечень предприятий и товаров. Ну и в развитии, наверное, самое интересное, о чем сегодня говорил министр Российской Федерации в части закона по… Ну, моего условное кодовое название – реиндустриализация. Да, это проект федерального закона, действительно он принят в первом чтении, и сейчас ведется совместно с Министерством строительства активная работа над этим законом. Это закон по особенности регулирования отдельных правоотношений. Что законом этим предусмотрено в двух словах? Это наделение полномочиями субъектов Российской Федерации обследовать промышленные территории и принимать решения о перспективах их развития. Привлечение собственников земельных участков объектов недвижимости к развитию данных территорий. Повышение эффективности использования промышленных территорий. И различные формы участия собственников в проектах развития территории. Ну и, собственно, на что это распространяется на сегодняшний момент на территории города Москвы? В Москве генеральным планом и нормативными актами утверждено 208 промышленных зон на 7,8 тысяч гектар. Это достаточно большая территория. Действительно, на сегодняшний момент органами исполнительной власти проводится натурное обследование всех земельных участков, а их ни много ни мало – 4700 по состоянию. Могу сказать, что не все промышленные зоны потеряли свой промышленный потенциал. Как это ни странно, да, очень много в средствах массовой информации говорится о том, что вот промышленные зоны – это какая-то заброшенная территория. Не везде это далеко так. Многое зависело и от собственников предприятий, многое зависело и от органов исполнительной власти. Например, даже если взять промзону «Калушина», там очень много промышленных предприятий, которые в непростое время старались развиваться, не снижали ни темпов развития, ни заработные платы, привлекали и кредитные механизмы, и оборудование закупали новое, развивали свои территории и готовы это делать на сегодняшний момент дальше. На сегодняшний момент, допустим, при проследовании было выльено некоторое количество земельных участков, которые не используются по различным причинам. Ну так конфигурация такая промышленных зон, территории достаточно большие, и не всегда можно было это увидеть, только можно было при выходе именно на территорию. Сейчас мы уже посмотрели порядка 160 промышленных зон на совместных рабочих группах с органами исполнительной власти. Я думаю, что в ближайшее время подготовим совместное единое решение по развитию, по изменению границ промышленных зон для руководства города. Для сведения могу сказать, что на территории, по нашим подсчётам, промышленных зонах осуществляют свою деятельность 256 тысяч различных организаций. Но это не значит, что они являются собственниками либо арендаторами земельных участков. Это как раз, когда они осуществляют именно свою деятельность. Она не всегда связана действительно с промышленной деятельностью. Это и коммунальные службы, это и торговые объекты, это и какие-то базы, это и офисные комплексы, достаточно большой конгломерат организаций. Но вот собственников именно объектов недвижимости – это порядка 7400. И вот как раз этот закон позволит нам и провести обследование данных территорий, и подготовить основные предложения по реорганизации. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Павел Николаевич. Особенно впечатлило, конечно, количество 256 тысяч организаций. Это, конечно, совершенно потрясающая величина с моей точки зрения. Я хотел бы сейчас попросить Константина Ефимовича Эделя, вице-президента по стратегии компании «Интека». Скажите, пожалуйста, мы слушаем сегодня про промышленное развитие Москвы. Но ведь еще недавно городские, относительно недавно городские власти заявляли о том, что необходимо, наоборот, всю промышленность вывести из Москвы. Нет ли здесь какого-то противоречия, как вы считаете? Конечно, здесь нет противоречия. Это просто обычная спираль развития, диалектика, так сказать. Чтобы было потом что-то снова выводить? Да. Ну, понимаете, если мы посмотрим на город, на Москву, то, скажем, сто лет назад, вот Савелский вокзал, это был, предположим, Бутырский хутор, это было лучшее молочное стадо в стране, в Российской империи. Где сегодня находится Бутырский хутор? Он находится там около третьего транспортного кольца. Если мы посмотрим, например, на все те промзоны, о которых сегодня идет речь, это были рабочие поселки на окраинах, тот же самый ЗИЛ, и располагались они там потому, что это был хороший доступ транспортный, река. С одной стороны, с другой стороны, они потихонечку обрастали рабочими поселками, потому что это было необходимое место для большой, так сказать, приложения труда, завозились люди, селились там, ну, понятно, это было не так давно. Если мы посмотрим, например, процесс реиндустриализации, там, где были фермы, стали появляться вот как раз там заводы. Все внутри Москвы стали появляться заводы, причем центром завода было, скажем, ну, то же самое ЗИЛ, там, в Москве еще раз, литейный цех, ну, литейный цех, то есть большое производство металла. И вся промышленность, которая строилась, это была промышленность фордистского типа, то есть как у Форда, глубокая, так сказать, интеграция, вертикальная интеграция, начиная от металла и руды, руды и угля и гончая там производство каких-то автомобилей. Этот тренд, он закончился, и то, что мы видим происходящей деиндустриализации, это, естественно, еще один цикл развития города. Но это не значит, что индустрия как вид деятельности исчезает из города. Наоборот, она очень сильно концентрируется. Просто для новой индустрии не нужно столько земли под промышленность, не нужно столько труда ручного под промышленность. Это просто другая индустрия. И поэтому реиндустриализация, которая сейчас происходит в основных столицах и разных городах мира, и в Москве в том числе, это, конечно, другая совершенно история. Она, естественно, она тоже когда-нибудь закончится. Во что превратится город через 50 лет, через 100, можно посмотреть различные футуристические исследования и понять, что это произойдет. Так что здесь нет противоречия. Если хотите, продолжение доклада господина Панова, надо сказать, что в рамках этой реиндустриализации каждый крупный город определяет действительно приоритеты той промышленности, которая будет в этом городе превалировать. Создает льготы, создает условия, и в результате получает неплохие результаты. Конечно, это не рассчитано на год-два. Это действительно долгосрочные такие программы. И Москва имеет колоссальные, я думаю, возможности поучаствовать в этом процессе, стимулировать определенную промышленность и достичь тут очень приличных результатов. Для примера скажу, что, скажем, в Вене город, вот не страна, а австралийный город, он развивает два кластера. Один кластер – это микробиологический, другой кластер – это квантовый. Там идет серьезное движение. За последние несколько лет на мировой карте науки и промышленности Вена стала полноценной точкой, где сегодня наивысшее развитие в мире микробиологического кластера, включая промышленные элементы, и квантового кластера. Для Москвы там такие вещи, как аэрокосмическая промышленность, как биологическая промышленность, фармацевтическая, фармакология и прочее. Это естественные драйверы, которые будут развиваться и, я думаю, в свое время займут соответствующее место на промышленной карте мира. Так что тут нет противоречия. Спасибо большое, Константин Ефимович. Нет действительно противоречия, но, наверное, есть все-таки конкуренция между Москвой и другими городами, другими мегаполисами и малыми городами. Потому что, опять же, в предыдущие годы шло очень много разговоров на тему децентрализации. И я бы хотел попросить Игоря Борисовича. Игорь Борисович, прокомментируйте, пожалуйста, когда инвестор, когда производственная компания выбирает локацию, из чего она исходит. И какое есть конкурентное преимущество с вашей точки зрения у Москвы? Спасибо большое за интересный вопрос. На самом деле, я хотел сказать, что... Можно поближе к микрофону чуть-чуть? На самом деле, я хотел сказать, что здесь есть такая территория заблуждений. Очень многие инвесторы, если не сказать почти все, уверены, что Москва – это плохой город для инвестиций, я имею в виду промышленных инвестиций. Плохой город, потому что здесь дорогая рабочая сила, здесь дорогая земля, дорогая аренда и так далее, и так далее, и так далее. Но поверьте мне, что вот эти инвесторы, они, в принципе, недостаточно хорошо знают Россию. То есть я со многими очень инвесторами общался на протяжении последних десятков даже лет. Когда я их спрашиваю, задаю конкретные вопросы, почему вы выбираете вот эту территорию, а не другую, ну, значит, первый вопрос в Москве – дорогая рабочая сила. Ну, вы, наверное, тоже считаете, что это так. Ну, я иногда люблю пошутить, я вот вам такую шутку приведу. Мне дешевле привезти бригаду из Москвы на мою дачу, которая находится за 200 километров от Москвы, чем нанимать местных работников. Потому что конкуренция на местах такова, что местная рабочая сила тоже может задирать высокую планку, и иногда приходится привозить рабочих из Москвы. Это раз. Во-вторых, есть такое понятие относительной производительности труда. То есть сколько рабочих рук или рабочего времени или заработной платы в данном конкретном продукте. И вот если кто-нибудь когда-нибудь проведет это исследование на логичных продуктах и посмотрит, сколько стоит этот продукт в рабочей силе в Москве или в другом месте, я думаю, что Москва будет, может быть, даже в первых местах. Потому что москвичи не только быстро ходят по улице, как часто говорят о москвичах, но и быстро работают. И наш завод, опыт нашей работы в Москве показывает, что, по крайней мере, нам эффективно работать в городе Москве, и в частности по этому показателю. Второй показатель – это стоимость земли или аренда площадей. Это действительно так. Но сразу вам скажу пример, который будет одновременно и выводом. Я беседовал с одним регионом буквально несколько недель назад на одном из форумов. И они хотят, чтобы мы тоже там инвестировали, или наши смежники, наши поставщики. Я говорю, а какова у вас стоимость арендной платы за корпуса? И они мне называют цену заведомо выше, чем вот у наших соседей, у Технополиса Москва. Я их спрашиваю, извините, ну а какой смысл нам вкладывать территорию вашу, когда мы можем вкладывать в Москве? Ну, естественно, ответа на этот вопрос нет. Второй, третий пункт, который выведен нам – это логистика, потому что Москва, то есть Россия – такая страна, где все пути, как от Москвы, отходят в виде лучей, как от солнца. Получается, что если мы посчитаем логистику входящую и исходящую, компоненты, отправка готовой продукции, то, вот я посчитал своими коллегами, у нас на логистику мы экономим около 20% расходов, которые были бы, если бы мы были всего лишь сотни километров от Москвы. А если это, извините, 500 километров или тысячи километров, то все равно потребитель наш, он находится ближе к европейской части. И я скажу, что многие инвесторы, которые берутся выбирать территорию, они, к сожалению, не всегда знают реальные цифры до тех пор, пока они не ввяжутся в эту драку. И я хочу сказать, что Москва в этом отношении должна больше уделять времени для самопиара, так скажем, потому что это дело важное, и надо показывать потенциальным инвесторам конкретные кейсы, конкретные результаты, потому что был случай, когда мы берем инвестора, нашего поставщика, японской компании, берем их, ведем к правительству Москвы, ведем к нашим соседям, которые дают вот такие прекрасные корпуса, предоставляют, и они с удивлением потом нам признаются, говорят, мы такого даже не знали, мы не могли это предположить, мы никогда не хотели обращаться в Москву, потому что мы знаем, что это дорого, это невозможно, но когда им показывают цифры и реальные объекты, они, конечно, уже предпочитают рассматривать в Москву как один из основных объектов своих инвестиций. Но все-таки все так радужно, но есть еще и определенные минусы, которые не касаются непосредственно Москвы. Вот Леонид Кострома, который я очень уважаю, в своей презентации показал, что очень выгодно производить, потому что мы имеем более дешевую валюту и так далее, но немножечко это не так, потому что инвесторы сейчас немножечко заморозили свои планы только по одной причине, что валюта нестабильна. А если валюта нестабильна, невозможно просчитать проект, невозможно принять решение, невозможно просчитать эффективность и так далее. Я вам даже приведу более выпивающий пример. Мы говорим, что у нас расходы должны снижаться из-за падения рубля, а вот у нас происходят совещания и встречи с нашими поставщиками и их поставщиками и поставщиков. Выясняется, что закупка сырья и материалов в России происходит по лондонским биржевым котировкам. Ну, куда это, собственно говоря, годится. Мы всегда будем иметь ситуацию, когда нам придется закупать за рубежом продукцию, потому что в России она не такая дешевая, несмотря на падение курса и даже в валюте. Поэтому усилия, которые правительство Москвы предпринимает, они очень важны. И я хотел бы, кстати, чтобы не заканчивать на пессимистической ноте, сказать, что вот Леонид показал презентацию о том, какие возможны меры для новых инвесторов и для действующих предприятий с точки зрения налоговых льгот и так далее. И мы, компания «Рено» была одной, я бы сказал, модельным предприятием, на котором, наверное, был обкатан этот механизм. Мы заключили соглашение, по которому мы должны инвестировать ориентировочно 2,5 миллиарда рублей в год в наше предприятие. В ответ нам были предоставлены налоговые льготы, которые нам помогают и в кризисный период, и это очень важно. И это такой, знаете, я не пойму, то ли это кнут, то ли пряник, потому что нас заставляет это вкладывать больше для того, чтобы соответствовать. Соответствовать. И мы понимаем, что мы можем с этими льготами пережить этот сложный экономический период и, во-вторых, потом давать хорошую отдачу для города Москвы в виде налога. Спасибо большое. Получается, что производственный потенциал Москвы действительно пока еще недооценен. То есть он есть, и действительно то, о чем мы говорим, сегодня это актуально. И я бы хотел спросить Алексея Георгиевича Воробьева, Вы согласны с этим? То есть вот с Вашей точки зрения, действительно производственный потенциал Москвы недооценен? Или действительно инвесторы все понимают? Добрый день, коллеги. Спасибо большое за приглашение и возможность выступить. Ну, начну с того, что наша компания, как крупнейшая пищевая компания в России, один из крупнейших инвесторов, у нас порядка 20, то есть более 20 промышленных производств в России. И нам в Москву приходить не надо, у нас здесь находятся два крупнейших молочных завода, Леонозова и Царицына. И мы видим в этом свое конкурентное преимущество в том числе, потому что очевидно, что московская агломерация с числом потребителем более 20 миллионов является таким полем для конкуренции всех игроков в нашем секторе. Что касается потенциала, то мне кажется, что у Москвы задел довольно большой, и, конечно, все зависит, или многое зависит действительно от того, какие приоритеты сейчас выставляет себе и нам московское правительство. И в этом смысле мы рады видеть, что такие, ну, если хотите, традиционные отрасли, как пищевая, не вызывают вопросов с точки зрения именно приоритетности, потому что, может быть, я прозвучу немного странно, если скажу, что мы считаем себя и современными, и инновационными, и с довольно большим потенциалом к развитию. Слава Богу, пищевые технологии больше не требуют наличия молочного стада на Бутырском хуторе, и мы можем доставлять сырье для производства высококачественной продукции с довольно достаточно больших расстояний для того, чтобы вытвергать потребности нашего взыскательного потребителя. Конечно, москвичи и гости столицы здесь задают определенный тренд. С точки зрения развития потенциала приятно видеть, что Москва – один из первых регионов, который решил постараться воплотить в практическую жизнь новый закон о промышленной политике. Если честно, я лично, когда в него вчитывался федеральный закон, он мне казался немножко оторванным от действительности или не очень применимым. Но вот выяснилось, что если его воплощать на региональном уровне, то он может выливаться в совершенно конкретные меры поддержки. Конечно, мы рассчитываем на то, что критерии, которые сегодня были озвучены, и которые с нами обсуждаются уже достаточно длительное время, что тоже в определенной степени, скажем так, не всегда обычная практика. Иногда решат, и потом только смотрят, как это будет работать, что они заработают. И, конечно, мы готовы быть такой вот, если хотите, в пищевой индустрии, моделью для обкатки, понимая, что это направление новое, оно требует определенного времени для того, чтобы подтвердить свою эффективность. Но то, что Москва развернулась лицом к существующей промышленности и хочет на понятных прозрачных критериях поддерживать высокоэффективные производства, это не может не вселять определенных надежд, в том числе и для нашей индустрии, которая действительно, как в начале нашей сессии было сказано, испытывает достаточно серьезное и негативное давление в связи с неустойчивым потребительским спросом. Мы готовы к такой совместной работе и надеемся, что тот потенциал, который существует как в инновационных отраслях, так и в более традиционных, будет раскрыт в полной мере. Спасибо. Спасибо большое. Павел Михайлович, как Вы видите развитие промышленного потенциала и согласны ли Вы с этой стратегией? Я очень согласен с сегодняшней политикой правительства Москвы сохранить промышленность в городе. Это первое. Второе. Промышленные зоны не закрывать, а развивать надо. Почему? Это экономически выгодно. Это инфраструктура готовая, здания готовые, электричество готовые. Те деньги, которые мы будем тратить на новые строительства где-то, их нужно пускать на развитие, то есть на модернизацию хозяйства. Если мы начнем снова с нуля строить и так далее, мы уйдем туда, в историю. Это не будет никакого рябка. Поэтому то, что сегодня 256 тысяч организаций работает в Москве, закрывая промзоны или закрывая промышленность, мы их выгоним всех за пределы Москвы. А что мы оставим? Искусственно что-то. Поэтому, на мой взгляд, правильно сегодня политика, что нужно промышленные зоны просто развивать, уплотнять, развивать, дополнительно строить и так далее. Вот на нашей территории, которую мы занимаем, мы наметили в ближайшие, так сказать, пять лет построить еще дополнительно столько же площадей, сколько сегодня имеется. При этом электричество, вода все есть, сохраняет. Это же намного дешевле получится и эффективнее в этом плане. Поэтому то, что сегодня вопрос стоит развивать промышленность, это отлично. И все эти меры поддержки тоже самые. Единственный вопрос, который сегодня нам тормозит и мешает, это нужны инвестиции, нужны кредиты дешевые, так называемые. Вот эти 20 миллиардов, которые выделены сегодня на Российскую Федерацию, ну это капля в море для развития. Что такое сегодня новое производство? Это колоссальные капитальные вложения, это оборудование, это разработки, это обучение персонала, это раскрутка, так сказать, продаж и так далее. И сегодня кредиты, которые предлагаются по 20%, даже субсидии, которые сегодня есть, тоже это хорошо, но это недостаточно для того, чтобы был ревок в промышленности именно в инновациях. Сегодня очень много и молодых людей, и сегодня очень много людей науки пытаются где-то найти плечо, чтобы начать свое дело. Но в них нет, так сказать, возможности, нет средств, нет денег. И сегодня вот мы лично, значит, реализовываем вместе с институтом один проект, значит, опытное производство, который до конца года постараемся запустить именно за наши деньги, как инвесторы, которые помогаем реализовывать этот проект. И таких предложений очень много приходит, значит, помогите реализовать, помогите, так сказать, начать это новое направление. Поэтому ни в коем случае не закрывать надо промышленность в городе. Ни в коем случае. Что этих 700 тысяч, или мы планируем в два раза увеличить количество людей, которые будут заняты в производстве, значит, полтора миллиона человек, вынуждены уйти на рынок, торговать или там заниматься другими делами. Спасибо большое. Спасибо большое. Александр Ильич, вот вашу компанию сегодня уже упоминали. Мне вот до конца непонятно, что, вот, как, откуда брать новых резидентов в технопарке, откуда брать производственные компании. Это московские москвичи должны расти, или мы будем привлекать из других регионов. Вот как вы считаете, где здесь баланс должен быть? Добрый день. Спасибо за такой интересный вопрос. На самом деле, вот я хочу сказать, что сегодня промышленность Москвы, она такое, я бы сказал, не то, что, так сказать, там вот, она возражается заново, да, потому что вот та ситуация, в которой, в общем, мы сейчас находимся, это, так сказать, санкции, еще что-то, дает возможность именно для развития инновационной деятельности, потому что все, что мы покупали до этого за рубежом, это были те продукты, которые мы не производили у себя. Значит, в Москве сейчас созданы колоссальные возможности для развития промышленности, и в том числе вот это стало возможным, строительство нашего электронного технопарка благодаря тем усилиям, которые поприняло, так сказать, там вот правительство Москвы, департамент промышленности, потому что законы приняты, они дают возможность, вот если сравнивать с другими регионами, с точки зрения себестоимости, вот то, что ты, Игорь Ильич, говорил, себестоимости логистики, себестоимости подбора кадров. Рядом с нами расположен колледж, и мы даем возможность людям обучиться и после этого прийти к нам на предприятие. Поэтому вот этот вот замкнутый цикл, он позволяет сохранять себестоимость совершенно, скажем так, в другом виде. Что касается компаний, которые могут там размещены быть, так сказать, там, безусловно, наиболее эффективное развитие современного производства, это в технопарках. Потому что если мы говорим о развитии именно инновационного производства, очень дорогое исследовательское оборудование, дорогое производственное оборудование, это совершенно другое производство, то, которое мы видели, представляем, так сказать, по экрану, может быть, телевизора, так сказать, там, какие-то былые годы. Для этого создается специальный коллективный центр использования этого оборудования, который позволяет создавать наукоемкую продукцию при совершенно другой себестоимости. Компании при этом могут быть совершенно разные. Мы рады как и иностранным компаниям, которые придут и локализуют свою продукцию, и стоят рабочие места, так и отечественным компаниям. И, безусловно, наиболее, так сказать, там, оптимально было, чтобы это были именно отечественные компании. Спасибо. Спасибо большое. А вот скажите, пожалуйста, иностранная компания, локализующая продукцию, она считается, идет за импортозамещение? Вопрос, на самом деле, как она проводит это импортозамещение. Если она просто занимается упаковкой, то, конечно, мы понимаем, что такое псевдоимпортозамещение. А если она производит разработку здесь, если она, так сказать, реально локализовала производство, то, безусловно, да. Спасибо. Александр Юрьевич, я хотел бы… Микрофон есть у нас, да? Я хотел бы вас спросить. Вот вы считаете, какие отрасли вы считаете наиболее перспективны для развития в Москве? Ну, большое спасибо за вопрос. Для Москвы наиболее перспективные отрасли, здесь уже было сказано, это вот те современные отрасли, которые существуют. Это микроэлектроника, наноэлектроника, ну и, будем говорить так, другие, медицинская техника. И вот такую возможность как раз и дает, и был уже, ну, я повторяюсь, мои коллеги уже высказывали этот закон, который нами был принят 7-го числа. Да, действительно, закон дает возможность развиваться промышленности в городе. И вот, если говорить уже о собственном опыте, я более 15 лет уже руковожу предприятием «Сапфир». До этого 20 лет работал в оборонно-промышленном комплексе России. Могу сказать, что буквально лет 5 назад на московские промышленные предприятия смотрели, как на изгоев. И что греха таить, мы директора в кулуарах, когда собирались, говорили, ну что, что делать, что будем делать. Мы будем заниматься тем, чем мы занимались, делать продукцию. И вот сейчас вот этот последний закон, который дает возможность развиваться промышленности, который дополняет федеральный закон такими понятиями, как технопарки, технополисы, инжиниринговые центры. Он как раз и способствует развитию вот тех отраслей, которые должны и могут быть в Москве. По поводу технопарков. Технопарки – это как раз тот инструмент, который позволит вокруг крупных предприятий, а может быть и не совсем крупных, но работающих предприятий, создавать малые наукоемкие производства и тем самым заниматься наукоемким бизнесом. Наш технопарк, который является пионером, которому было первым присвоено звание частного технопарка Москвы, этим занимается уже более 10 лет. И когда меня спрашивают, зачем вы создали этот технопарк, ведь никаких льгот, собственно, и не было в то время, я говорю, мы создали только с одной целью – заработать. Потому что мы понимали, что любая задача любого предприятия коммерческого – это зарабатывание прибыли. И вот здесь как раз и создалась та синергия, которая позволила и малому наукоемкому бизнесу, и нашему крупному предприятию создавать совместные разработки, делать какие-то нейроокры и помогать друг другу в развитии. И как раз вот этот закон сейчас это всё дело распространяет и на всю Москву. И если говорить уже о наших региональных партнёрах, я могу сказать, что они очень живо и интересно смотрят на закон, который 7-го числа был принят. В частности, не буду называть, хотел назвать, не буду называть те регионы, которые обращались уже непосредственно ко мне. Что такое-то вы там принимаете в Москве? Как бы нам посотрудничать по этому вопросу? Я говорю, ну давайте его сейчас вот подпишем, и тогда уже можно будет решать и какие-то ваши проблемы. Поэтому считаю, что принятый закон нужный, важный. Коллеги-директора меня поддерживают. И осталось сделать какие-то подзаконные ахты, шлифануть этот закон, и я надеюсь, что Москва получит новый импульс своего развития. Спасибо. Спасибо. То есть получается, что в принципе все законодательные предпосылки для развития есть. Андрей Львович, я вот хотел бы попросить вас небольшое резюме подвести нашему сегодняшнему разговору и особо тоже отметить, действительно ли это миф, что в Москве промышленность – это дорого, или это миф, или это все-таки есть в этом доля истины. Добрый день, дорогие коллеги. Спасибо за резюме. Значит, хочу сказать, что уже, наверное, лет 15, даже, может быть, чуть больше, мы в Москве что-то производим. Я думаю, мы больше производим все-таки в Москве. А именно в вашей компании вы имеете в виду? Да, наша компания. Значит, в какой-то момент, ну, к сожалению, был вектор на то, чтобы выносить производство в Московскую область, и мы, в общем, этому вектору следовали. Фактически получилось так, что пришлось там построить целый технопарк, значит, в поле свекольном. Вот, значит, 25 гектар пришлось там строить заводы ЖБИ, там бетонные заводы, заводы производства, там тротуарной плитки, там металлические производства и прочее. Что, в общем-то, достаточно непросто, как вот отметили ранее говорившие. Значит, это там и сети внутренние, и дорожная, и логистика, и прочее, прочее, прочее. И вот мы, значит, это все вынесли, там построили удачно, достаточно, даже два целых построили такие технопарка. Значит, сейчас вот просто, ну, для меня было каким-то таким приятной новостью, когда вот мы где-то полгода назад, да, начали говорить о том, что, значит, промышленность города Москва, что департамент обратился с идеей, что давайте развивать что-то в Москве. Ну, конечно, конечно. Тем более, что и мы и до этого производили в Москве немало продукции. И вот правильно Игорь Титов заметил, что и рабочая сила квалифицированная есть, и есть инженеры, есть вот весь этот потенциал. Да, если посмотреть, например, с Петербургом сравнить, да, у нас такой опыт тоже есть, да, стоимость там рабочего часа и квалификацию там можно поспорить. Но в целом в Москве практически идеальное место, где нужно производить. И качество продукции будет достойное, и, значит, ее свойства и скорость, в общем-то, производства. Ну и при вот тех валютах, да, которые мы обсуждали, значит, конечно, конечно, теперь появляются возможности экспорта, да, ну и многие здесь еще активно это используют. Но, к сожалению, вот эта стоимость станка, да, которую нужно купить за валюту, то есть как ты смотришь, вроде в евро 320 тысяч евро не так дорого, а потом посчитаешь, а в рублях-то, мамамия, сколько. Вроде, значит, ну, приходится и это переживать, да, работать дальше, тем больше мы строим еще два завода, и, в общем, вот достаточно так сложно идет. Но, то есть видно, что промышленность вот в Москве приобрела абсолютно новый вектор, то есть вот появились абсолютно такие яркие возможности. Просто нужно ими правильно пользоваться. Ну, вот, наверное, как-то так. Спасибо. Спасибо большое. Я вот хотел бы со своей стороны отметить, что последний, наверное, год мы занимаемся коммерческой недвижимостью, и, конечно, ситуация достаточно тяжелая. Основное, наверное, самое, что сложное для, допустим, наших клиентов, партнеров, это вот какое-то отсутствие идей, да, идей в развитии коммерческой недвижимости. Вот что я сегодня из того, что мы сегодня услышали, мы видим, что в Москве появилась вот эта новая, по сути дела, инвестиционная идея роста и развития, да, сбалансированного роста, когда мы не фокусируемся на одном только сегменте, там, допустим, как я упомянул, в начале потребительской экономики, когда мы строим сбалансированную, устойчивую экономику, устойчивую к кризисам, устойчивую к каким-то явлениям, к изменениям, к структурным изменениям. Я думаю, что вот это самое главное, что нам мы должны вынести из сегодняшней сессии, потому что то, что сегодня происходит, это первый шаг, это первый шаг к, наверное, новой экономике Москвы. Я хотел бы поблагодарить наших сегодняшних выступающих, докладчиков, экспертов за интереснейшие выступления и пожелать всем больших успехов и в разработке дальнейших уточнений стратегий, и в бизнесе, в реализации всех намеченных планов. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Спасибо.